В радиостанции «Эхо Москвы» еженедельная программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий, прошедших 7 дней, и анализируйте мнения экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Ощущалась ли предвзятость суда, рассматривавшего дело Надежды Савченко? Должен ли коррупционный скандал в Министерстве культуры повлечь снятие Владимира Мединского? 16 лет назад Владимир Путин был избран президентом России. Исполнилось 60 лет Егору Гайдару. Ровно 16 лет назад, 26 марта 2000 года, составились досрочные президентские выборы, назначенные после внезапной отставки Бориса Ельцина в новогоднюю ночь. Набрав в первом же туре 53% голосов, главой государства стал Владимир Путин. С тех пор, включая период премьерства в 2008-2012 годах, он руководит страной. Хорошо запомнил кампанию 2000 года историк Николай Сванидзе. Ну, это была очень яркая избирательная кампания. Яркая была даже не столько она, я бы сказал. В той кампании было все ясно. Реально предвыборной кампанией президента была парламентская кампания тогда, в которой будущий президент Путин, а тогда премьер-министр, противостоял двум могучим лидерам региональным, Лужкову и Примакову. Они стояли во главе партии Отечества «Вся Россия». Они были изначально фаворитами, потому что за ним выстроилась вся региональная элита. И тогда Ельцин выбрал Путина в премьер-министры, и Путин, и Ельцин вместе. Тогда так получилось, потому что Путин вел предвыбранную кампанию, используя средства Ельцина, тогдашнего президента. Своих средств у него еще тогда на это не было. Я имею в виду средства не материальные, а политические, пропагандистские и так далее. И вот тогда была одержана победа на выборах в Государственную Думу. После этого выбора президента уже были, результат выборов президента был уже очевиден. Путин не произвел серьезного впечатления на политолога Екатерину Шульман. Когда кандидат появился впервые в качестве премьер-министра, то он показался довольно невыразительным в качестве публичного политика. Не сразу можно было поверить, что это действительно тот преемник, который будет успешнее всех предыдущих преемников, как кто. Их там много перебиралось к тому моменту. Степашин был, Аксенов был, Патл был. Так вот, не так, чтобы очень выгодно он смотрелся. Но, тем не менее, было понятно, что это бывший руководитель ФСБ, то есть не случайный человек во власти. Но, честно сказать, мы тогда все желали победы. Ну, мы все, я точно, желали победы Борису Николаевичу в его деле мирной передачи власти, поскольку это казалось наиболее, опять же, мирным вариантом трансформации, через которую мы проходили. Поэтому хотелось, чтобы все получилось, но как-то вот было удивительно. Неужели, неужели получится? Оказалось там, оказалось это возможно. Низкую явку избирателей в 2000 году отмечает политика Ирина Прохорова. Мне запомнилась история, что, в общем, очень большой процент людей не голосовал за него. И любопытно, что целый ряд регионов, просто их не показали и не показали цифры. Что говорит о том, что тогда общество все-таки было куда более критично, и опасения по поводу, скажем, профессиональных навыков президента были большие. И вообще, с другой стороны, это было нормальное явление, когда кто-то нравится, кто-то не нравится. Вот мне это запомнило, что в данном случае я помню, что в Москве просто чуть ли не 25% набрало яблоко, чего оно давно не набирало. Просто люди хотели какого-то другого кандидата видеть. Вот это мне запомнилось, действительно. В избирательной кампании 2000 года не удалось поучаствовать журналисту Антону Красовскому. Меня на нее не взяли. Я работал в избирательном штабе Союза правых сил, как бы при фонде эффективной политики. Но на избирательную кампанию Владимира Путина я еще тогда не насосал опыта. Мне очень хотелось. Но, слава богу, Господь не ловил. А вот Глеба Олеговича Павловского, Марину Литвиновичу и других оппозиционеров. Нет, привет вам, ребята. К резким скачком рейтинга «Фаворита» запомнил 2000 год политолог Станислав Белковский. Та из избирательной кампании 2000 года, в результате которой Владимир Путин впервые стал президентом Российской Федерации, запомнилась, пожалуй, одним. Принципом «не расплескать», который прогласила Кремлевская администрация сам Путин. К началу кампания Путина имела рейтинг 52%, и он практически не изменился к концу кампании. Важно было не потерять то, что было уже достигнуто на главном предвыборном мероприятии. А это мероприятие совершилось еще до отставки Бориса Ельцина чеченской кампании. Выборы 2000 года были неразрывно связаны с войной в Чечне, считает писатель Сергей Шаргунов. Да, избирательная кампания была связана с войной в Чечне. И, собственно говоря, вот эти боевые действия в значительной степени определили настроение нашего общества. После Хасавютовского мирного договора оказалось, что Чечня превращена в разбойную территорию. Там похищали журналистов, там похищали и убивали официальных людей, которые приезжали из Москвы. Там процветала работорговля, были расстрелы на улицах. Ну и, наконец, случилось известное вторжение в Дагестан. И у общества сложилось впечатление, что сама ткань государственности расползается на глазах. Вот в этих условиях появилась новая политическая фигура. Сегодня в гости нашей студии политолог Валерий Хомяков. Добрый вечер, Валерий Алексеевич. Добрый вечер. Вот 16 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин был впервые избран президентом России. Чем вам запомнилась та избирательная кампания? Ну, она была, пожалуй, одной из самых интересных кампаний. Было очень много интриг и связанное, в первую очередь, с тем, что было до этой кампании именно выборы в Государственный Дум в 99-м году. Тогда это была достаточно серьезная избирательная кампания. Накануне той думской кампании был обозначен мощнейший, на мой взгляд, раскол элит. Тогда, напомню просто радиослушателям, сначала создался блок Отечества Владислава Слушкова. Позднее к этому блоку присоединилась вся Россия, куда вошли очень весомые руководители субъектов федерации, такие, как президент Татарстана Шаймиев, Рахимов, президент Башкортостана, еще ряд серьезных губернаторов, очень мощнейших в то время, мощнейших регионов России или еще много кто. И вот это была главная интрига 99-го года. Все мы помним передачи по тогдашнему ОРТ. ОРТ перемывали Костя и Пермакову, это все было очень красиво сделано, все это смотрели, в том числе и я, это было достаточно профессионально. И с этой интригой, собственно говоря, Владимир Путин и вошел в думскую кампанию, его использовали уже на последнем этапе, его популярность возросшую после событий. В Дагестане это дело было, взрывы домов в Москве, нераскрытые или обнаруженные случайно, то ли не случайно попытка взрыва дома в Рязани. Все это, конечно, создало атмосферу страха, и на том фоне Путин явился избирателем, где-то уже, наверное, в начале ноября, как некий возможный спаситель страны от этого ужаса, который тогда действительно в обществе присутствовал. За Путина уцепились блок единства прокремлевской, созданной администрацией президента, куда вошли в том числе и народные дома, была такая структура. Отчасти Путин способствовал тому, чтобы СПС получил свои 80,5%, и тогда появился слоган после того, как Кириенко передал толстую такую книгу с якобы программой Союза правых сил, а Путин ее с благодарностью взял, якобы, и сказал, что давайте, давайте, и тут же слоган появился. Штаб это отрабатывал, СПСовский Путин и президент, и СПС в Думу. Собственно говоря, на этом эта интрига и дальше могла бы получить развитие, кто региональные элиты победит, или же федеральный центр, когда Ельцин был крайне непопулярен, практически не управлял страной. Непопулярный Ельцин сделал мощнейший, с точки зрения политтехнологий, ход, когда 31 декабря 1999 года объявил, что просите россияне, а Путину, Путин обозначил как своего преемника, пожелав ему сберечь Россию. И вот эта интрига, то ли пойдет Примаков, который был в Альянсе Служковым, и вот этими самыми руководителями регионов, пойдет ли он кандидатом президента. Это была главная интрига той избирательной кампании, но в силу, видимо, того, что Борис Николаевич лишил очень важнейшего фактора в любых выборах, это фактор времени, то Евгений Максимович отказался, не знаю, давили на него, не давили, трудно сказать, у меня такой информации нет, но в итоге Путин оказался один против всех, а все это штатный набор кандидатов в президенты, среди которых был и Юганов, и Жириновский, и Явлинский, и Константин Титов, которого СССР проучил, не поддержал как кандидата в президенты. Это была интрига, уже внутри СССР проучил. Я помню, как те, которые сейчас считают себя оппозиционерами, во что я верю, они тогда на съезде, он подходил под Москвой, на съезде СПС, буквально умоляли, уговаривали делегатов отголосовать за поддержку Владимира Путина. Отношение к Путину было очень неоднозначным. Люди Кириенко, который влился в состав СССР, под названием «Новая сила», люди Чубайса отчасти поддерживали, а вот такие делегаты, которые представляли собой день выбора России, демократов первого волны, что называется, они, конечно, были ориентированы к другому кандидатуру. На исходе минувшей недели лидер партии «Бытькищина» Юлия Тимошенко заявил о наличии договоренности о передаче летчицы Надежды Савченко в Украине. Напомним, 22 марта Донецкий городской суд приговорил украинскую военнослужащую Надежду Савченко к 22-м годам колонии общего режима за пособничество в убийстве российских журналистов и незаконное пересечение границы. Дело Савченко нуждается в подробном анализе, считает писатель Сергей Шаргунов. Я полагаю, что это дело требует дальнейшего подробного и гласного обсуждения. По той причине, что позиция обвинения была предъявлена на большом количестве листов. Они говорили о биллинге мобильной связи, о том, что Надежда Савченко именно в то время, когда погибли российские журналисты, уступала в качестве корректировщицы. Есть позиция защиты, в которой говорит, что было все несколько иначе. У меня нету здесь однозначного вывода о виновности Надежды Савченко. Одновременно с этим я всякий раз призываю просто не рисовать с нее икону, помнить, что она доброволец батальона «Айдар», на мой взгляд, отмеченного нацистскими взглядами и карательной практикой, и помнить о большом количестве невинных политзаключенных на территории будто бы демократической Украины. Суд в Донецке не был справедливым, считает политолог Станислав Белковский. Как законопослушный гражданин, я не имею права осуждать суд, ибо сам судом не являюсь. Но для меня, как наблюдателя и аналитика, очевидно, что этот суд был просто фарсом. Совершенно очевидно, что Надежды Савченко просто осудили в показательном процессе за то, что она воевала против России на стороне Украины. И ни за что более. Такой статьи «Война против России на стороне Украины» в Уголовном кодексе РФ, насколько я знаю, нет. Донецкий суд был фарсом, считает журналист Антон Красовский. Да не было никакого суда, были просто какие-то бабы, которые зачитывали уже написанный в Москве приговор. Разве это суд? Закрытость процесса насторожила политика Ирину Прохорову. Но поскольку к процессу вообще не допускали почти журналистов, это все было закрыто, поэтому в любом случае, даже если там не нарушались книги-то протезы, но всегда, когда не допускается публика, не допускаются журналисты, всегда возникает опасение, что это недаром, значит, что-то там скрывают. Судя по большому количеству свидетельств, о которых пишет пресса, что обвинения эти несостоятельные, то, конечно, я думаю, что этот весь процесс больше показательный, нежели реальный суд над человеком, совершившим преступление. Несправедливым считает суд над Савченко политолог Екатерина Шульман. Это не предвзятость. Это старание суда под заранее известный результат подвести свою собственную процедуру. Не удивлен приговором Надежды Савченко историк Николай Сванидзе. Ну, у нас, к сожалению, очень часто в политических делах почти всегда ощущается предвзятость суда. Здесь она совершенно очевидна, потому что с самого начала ясно было, что Надежда Савченко будет осуждена, признана виновной и получит большой срок. И ни разу суд не позволил усомниться в том, что идет именно к этому решению. На помощь тубович нашей студии политолога Валерия Хомякова. Валерий Алексеевич, ощущалась ли предвзятость суда, рассматрившего дело Надежды Савченко? Предвзятость не только ощущалась, она выпирала, выпирает с самого, пожалуй, начального этапа. Я не понимаю тех людей, которые вот это все сотворили. Я пока вот не вижу мотивации для чего. То ли это глупость какая-то. Ну, надо просто вспомнить то время, это лето 2014 года, Крым наш, Новороссия наш, все наше, чуть ли не Украина стоит на коленях. И тогда, наверное, многие чиновники, из силовиков, в первую очередь, уже думали о том, как бы сделать так, чтобы именно я был ближе всего, вложил мощнейший вклад в победу над этими фашистобендеровцами и прочими, кого окрестила тогда федеральная пропаганда. И подвернулась вот этот случай. Взяли там в плен даму, барышню считаете, она достаточно молодая, Надежда Викторовна, она 81-го года рождения, всего-то там 30 с небольшим. Тем более женщина, лечится там, снайперша. Ну, вот давайте сейчас мы эту бабу, она тут все нам расколет, все сдаст, и дальше мы будем ее показывать. Она куда надеется? Оказалось не так. Оказалось это, не баба, это женщина, это очень крепкий орешек. Да, видимо, поначалу, как рассказывают люди, которые более погружены в этот процесс, Надежда Викторовна Савченко была очень, не понимала, что с ней происходит. Она когда находилась в женском СИЗО, у нас здесь в Москве, потом на Матросской тишине, те правозащитники, которые к ней приходили, они видели какую-то растерянность, недоумение, за что меня посадили. Я защищала свою родину, а я теперь сижу вот здесь, в Москве. Но потом поняла, что надо делать, голодовки, и постепенно это дело стало из бытовухи, вот такой, казалось бы, малозаметным, было дело поначалу, стало резонансным, эта резонансность, как волны, как лавина, все более и более усиливался, этот резонанс, и в конце концов, сухие голодовки, которые она объявила накануне выборов, они, в общем-то, поставили мир перед выбором. Или вы, цивилизованное человечество, и лидеры цивилизованных стран, обознающие жестко свою позицию относительно этого процесса, или тогда вы, никакие вы не лидеры, и никакие ваши страны не цивилизованы. Что, собственно говоря, мы и увидели. Мы увидели, как Обама об этом говорит, лидеры европейских государств, и фактически те служаки от силовиков, которые хотели, видимо, подзаработать каких-то чиновничьих очков на этом деле, оказали медвежью услугу российской власти, которая, в отличие от другого дела, оно тоже, вроде бы, развивалось, я имею в виду дела Светлана Давыдова, это жительница Смоленской области, которая позвонила в посольство Украины, услышав разговор о себе о Вязьмах, как военнослужащие, о мгрушнике, говорили, что это в Донбассе. Она, исходя из чистых побуждений, хотела подупредить в Украину, что вот там вот это она слышала. В итоге обвинили в госизмении, говорят, что сдали соседи, но там как-то это сразу пошло на спад, потому что, видимо, ФСБшники, которые вели дело Светланы Давыдовой, оказались более умными, что ли, нежели те следователи Следственного комитета, которые занимались сообщением. Вот такая конкурентность, в данном случае, если об этом уместно говорить, о конкурентности спецслужб, ФСБ Следственного комитета, эту конкуренцию выиграли ФСБшники, причем в нашем к нему настороженном отношении, как к этой структуре. Следственный комитет серьезно просил и то, что какие-то там доказательства, что она раненая, залезла на столб какой-то в вышкой сотовой связи, оттуда корректировала огонь, именно по журналистам. Вот там несколько километров, ну, не знаю, у меня, может быть, не очень хорошее зрение, но даже Орел не увидит, что это именно журналист, тем более, насколько я знаю, тогда журналисты ходили, сейчас я так думаю, тоже ходили в камуфляже и в шлемах, и поди ты отгадай, кто это такой есть на самом деле. Потом вроде ее, по версии следствия, ее захватывают, потом ее отпускают, а дальше она почему-то оказывается в нашей территории, вместо того, чтобы вернуться на Украину. В общем, полная, притянута за уши, причем очень грубо это сделано, вшито все это белыми нитками, поэтому, ну, любой нормальный человек, даже не юрист, он, наверное, видит здесь явную политическую ангажированность и явное желание вот любой ценой взять и посадить. 27 лет назад, 26 марта 1989 года, состоялись первые в истории СССР выборы народных депутатов на альтернативной основе. Кандидат народный депутат СССР по московскому городскому национально-территориальному округу Борис Ельцин на выборах набрал более 90%, намного обойдя своего конкурента, директора завода ЗИЛ Евгения Бракова. Депутатами стали такие знаковые фигуры перестройки, как Андрей Сахаров, Дмитрий Лихачев, Олеся Адамович, Егор Яковлев, Гаврил Попов, Анатолий Собчак, Виталий Коротич, Сергей Станкевич. 1989 год дал старт демократизации общества, считает историк Николай Сванидзе. Именно с тех выборов, пожалуй, началось движение России к демократии, которая продолжалась в течение все-таки доброго десятка, а то и больше лет. Это существенную роль сыграло в российской истории в конечном счете, потому что тогда все задышали воздухом свободы. Тогда стало ясно, что у нас есть свободные средства массовой информации. Тогда стало ясно, что можно говорить то, что ты думаешь. Что у нас настоящие выборы. Такого не было при советской власти. Это было очень интересно. Жить стало интересно. Выборы 1989 года. Первый свободный выбор в истории страны. Уверена политолог Екатерина Шульман. Это были первые относительно свободные выборы за всю советскую историю. Они показали, насколько сильны политические потребности, запертые в людях, не находящие выхода. Они показали, что даже люди, лишенные вообще какой-либо исторической памяти, не говоря уж о собственном опыте, участия в демократических процедурах, стремятся в них участвовать. И как только возможность такая у них появляется, они просто очень сильно этого хотят. Ярким эпизодом перестройки считает выбор 1989 года политик Ирина Прохорова. Я не знаю, как это ложилось, но мне кажется, это был один из самых ярких моментов в истории позднесоветского периода. И это, собственно, было начало реальной гласности и перестройки по-настоящему. И надо сказать, что я помню, что мы все сидели, слушали, никто не работал и выбирали. Это был первый, мне кажется, такой этап важнейший эмансипации общества от диктата идеологии. И тут-то и гражданские чувства проявились. И это удивительно, что после стольких лет отсутствия реальных выборов люди так активно голосовали и слушали, и желали, чтобы кандидаты в демократические этапы могли пройти. Я считаю, что это была замечательная страница такого большого социального опыта. Историческое значение выборов 1989 года отмечает политолог Станислав Белковский. Выборы марта 1989 года имели огромное значение. Несмотря на то, что демократы формально проиграли, большинство на съезде народных депутатов завоевали коммунисты, все равно огромный наплыв ярких, талантливых людей, борцов, в том числе фигур такого масштаба, как Андрей Дмитриевич Сахаров, в легальные официальные органы власти Советского Союза были существенным толчком к концу существования коммунистической системы и к завершению исторического периода существования Советского Союза. Поэтому эти выборы, собственно, взорвали ситуацию в Советском Союзе. И если бы их не было, то мы бы жили еще в условиях тоталитарной системы несколько лишних лет. Выборы 89-го года самые демократичные в отечественной истории, уверен писатель Сергей Шаргунов. Ну вот выборы народных депутатов СССР 89-го и выборы народных депутатов России 90-го кажутся мне самыми честными выборами в новейшей истории нашей страны. Тогда был общественный подъем. Давайте вспомним о судьбе съезда народных депутатов СССР. Он был ликвидирован. Народных избранников послали куда подальше. В итоге быстреествовали Беловежские соглашения. А Верховный Совет России тоже, вопреки Конституции, был разогнан. Это тоже такие меты нашей новейшей истории. Напомню, что гость нашей студии политолога Валерий Хомяков Валерий Алексеевич 27 лет назад 26 марта 89-го года состоялись выборы народных депутатов СССР. Каково значение этих выборов в отечественной истории? Да, памятная дата по Москве я помню результат голосования по национально-территориальному округу, куда входила вся Москва, где были два кандидата Борис Николаевич Ельцин и гендиректор завода ЗИЛ господин Браков или тогда товарищ. 90% явка. Никто никого никуда не сгонял. Ельцин получил где-то около 90%. И те выборы они, конечно же, были весьма корявыми с точки зрения чистоты, честности, конкурентности, партийной. Не было тогда никаких партий, кроме КПСС. Хотя внутри КПСС была и ДЕМ-платформа и все, что с этим было связано и недовольство. Съезд формировался из партийной сотни. От профсоюзов были депутаты. От массы других общественных организаций. Где 100, где 75, где один даже от каких-то там то ли птицеводов, то ли овцеводов, не помню уж. Но основная, конечно, интрига была это связано с тем, станет ли Ельцин депутатом, народным депутатом СССР. И тогда именно эта фигура, она приковывала внимание и не только москвичей, а, в общем-то, наверное, весь Советский Союз, поскольку Борис Николаевич, он, как, он сам писал об этом воспоминаниях, он выдвигался по очень многим округам. Тогда можно это было. Выдывался в одном округе, там же выдвигались не просто кто-то, а вот собрания избирателей. Сидит президиум, собрания собирали, безусловно, аппаратчики, райкомов, обкомов и всяческих других комов и кандидаты. Дальше голосование, где один, где два, где четыре даже, пропускали в бюллетень. То есть не одного выдвигали, а несколько человек. Конечно, Ельцин везде практически побеждал, но ему, как я полагаю, хотелось сделать так, чтобы тот город, где он в общем-то продолжил свою уже союзную карьеру в качестве первого, считая, МГК КПСС, именно Москва, голосовал целиком, и поэтому он хотел выдвинуться по Национально-Интериористому округу, номер один, куда входила вся Москва в тех границах на момент 1989 года. Я помню, это заседание там не было, но по телевидению все это показывали, мы открыли фронт, смотрели, как это все происходило. Там был Браков, была Зыкина, которая тоже хотела, видимо, составить конкуренцию Борису Николаевичу, не без подачи, судя по всему, партийных аппаратчиков, но в бюллетене оказался Ельцин, в окончательном бюллетене Ельцин и Браков, Ельцин победил со страшной силой. Дальше интриги, интересно было. Просто помню один эпизод, я тогда работал в военно-промышленном конкурсе, и мне по работе надо было заехать в торговое представительство Чехословакии. Они сидели где-то на праске, я приехал, прихожу, они сидят, открыв рты, и смотрят наш съезд, трансляцию съезда народных депутатов. Я говорю, что вы смотрите? Как у вас интересно? Не до меня, я там приехал с какими-то делами, садись, давай посмотрим. Вот, пиво принесли, как у вас интересно? Потом у них стало еще более интересно, сейчас, правда, Чехословакии нет, есть Чехии и Словакии, но тогда, вот, я просто, почему вам об этом говорю, весь мир, зато их дыхание, следил за этими относительно свободными выборами народных депутатов СССР. СССР был большой, статистика очень разная, с одной стороны, говорят, что членов КПСС было 87%, это, наверное, и правда, но туда, среди членов КПСС, был Николай Травкин, Анатолий Собчак, Гавел Критонович, Попов, и многие, многие другие, которые потом, в общем-то, Афанасьев, да, он был лидером демплатформы в КПСС, и он на тот момент стоял в Компартии, то есть, вот, я помню, когда показали первое заседание, вот сейчас это сложно представить, но тогда, когда Михаил Сергеевич Горбачев, по-моему, открывал это заседание, что-то там они формировали только какие-то рабочие органы, он так встал, зал две с половиной тысячи человек, делегатов, ну, чуть поменьше, депутатов, и он так, кто против, много рук, и он так пальцем, раз, два, считает сам, то есть, не было даже... В эфире программа Грани Недели, в студии Владимир Харамурза, продолжаем наш выпуск. Накануне Дня Театра мэр Москвы Сергей Собянин в присутствии министра культуры Владимира Мединского открыл в столице новое пространство театральный квартал. Присутствующие с удивлением наблюдали невозмутимое выражение на лице главы опального ведомства незадолго до этого удостоившегося тактичного намёка, который публично сделал Владимир Толстой, советник президента России по вопросам культуры. «Ситуация с задержанием четырёх сотрудников российского Минкультуры нестандартная и печальная. В культуре подобных вещей совершенно не должно быть», сказал чиновник, прозрачно намекнув на желательность добровольного ухода оскандалившегося министра. Министр культуры принёс много пользы действующей власти, считает политолог Станислав Белковский. У Владимира Мединского много заслуг перед нынешней властью. Он выполнил две основные задачи. Первая — ликвидацию представителей старой культурной элиты мастодонтов на постах руководителей важных культурных учреждений от Большого театра до Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. И второе — это начало массированного внедрения духовных скреп в культурную политику, за что всю в полноту моральной и политической ответственности Мединский взял полностью на себя. Но этот коррупционный скандал, оперативным сопровождением которого занимается ни много, ни мало ФСБ и РФ, никогда бы не случился и не получил бы он такой поддержки и раскрутки со стороны столь значительных политических вигур, как, скажем, Владимир Толстой, советник президента по культуре, если бы снятие Мединского уже не планировалось. Будем исходить и завтра. Министр культуры должен немедленно уйти, уверен журналист Антон Красовский. Для Владимира Мединского снять должны за его недалекий интеллект, прежде всего, а не за коррупционный скандал. Коррупционные скандалы у Министерства культуры были приблизительно всегда. Там всегда кого-то сажали, потому что Министерство культуры, несмотря на хныканье, которое постоянно доносится с китайского проезда, это одно из самых богатых учреждений на душу населения. Там миллиардные бюджеты. Вот. Поэтому это как бы не новость. А Владимиром Стиславовичу, конечно, в принципе, можно было бы самому уже уйти и писать свои дурацкие книги где-нибудь тоже на Карибском бассейне. И не ухудшать ситуацию и без того чудовищную для правительства Дмитрия Медведева. Министр напрасно березот честь мундира, считает политолог Екатерина Шульман. Вы знаете, я боюсь, что каждый министр, чего бы он ни был, поступает одинаково, защищает свою позицию. Было бы совсем хорошо, если бы он защищал своих сотрудников. Но это уже требует героизма. Я знаю только одного министра, который в такой ситуации поступил таким образом. Это был Кудрин, когда его заместители Старчака арестовали. Он отстаивал его до конца и отбил. И после этого он продолжал работать в Министерстве финансов. Больше таких примеров я не знаю. Достойно в отставке, считает министр культуры историк Николай Сванидзе. Ну, я не знаю, как должен поствовать Владимир Мединский именно персонально. Но вообще, когда такой коррупционный скандал в ведомстве, то, конечно, в нормальной ситуации прилично подать в отставку. На помощь сегодня гость нашей студии политолог Олег Хемяков. Как Ваш, Валерий Алексеевич, должен ли коррупционный скандал в Министерстве культуры повредить снятие министра Владимира Мединского? Ну, тут я как-то даже соглашусь. Нечасто я это делаю с помощником президента Толстым, который, по-моему, на днях сказал, что в таких случаях подают в отставку. Любопытным было вообще начало этого дела. Когда взяли вот этого самого заместителя... Перумова. Да-да-да. Взяли заместителя Мединского за откаты, я так полагаю, связанные с реставрацией Пскове там. Что-то они не слишком, видимо, хитрую схему выстроили на Владимирский монастырь. Мединский, вернее, его, наверное, по-моему, пресекали, сказал, что он об этом впервые слышит и узнал только из средств массовой информации. Что в переводе на чиновниче язык означает следующее, что его никто не проинформировал. Что ваш, ваших заместителей, господин, наискульптура, будут брать. Будут брать сегодня, там, ночью, утром или когда. Что, опять-таки, в переводе на бюрократический язык может означать, что как-то то доверие, которое, безусловно, было у администрации президента и у Кремля, министра культуры, оно как-то, наверное, сходит на нет. Либо он просто свою работу сделал, и так, то могут посчитать по известной формуле. Мавр сделал свое дело, Мавр должен умереть. Поэтому я думаю, что Мединскому, наверное, надо было бы самому пойти на такой шаг и, по крайней мере, сделать заявление, что он, по крайней мере, приостанавливает исполнение служебных обязанностей как министр до окончания этого процесса, как делают в других странах. Вот. Ну, ничего не хватило, не знаю, то ли смелости, то ли решимости, то ли посчитал, что все это рассосется. Я думаю, не рассосется. Если помощник президента говорит такие слова, это, наверное, означает, что это не только его мнение, а мнение, может быть, Владимир Владимирович Путин. Ну, конечно, Мединский не потеряется. Я думаю, что он получит, если уйдет в отставку или его уйдут, получит достойный пост, но с учетом нашей накатывающейся избирательной кампании в Государственную Думу, а не за горами и президентские выборы, с учетом того, что то ли своими усилиями, то ли усилиями своих помощников, Мединский стал все-таки достаточно одевозной фигурой, увольняя людей весьма достойных и не защищая тех, кого увольняли без его ведома или, может быть, без его подачи, но тем не менее. И дело, которое связано с архивом, когда ушел в отставку вот этот очень интересный человек, Мироненко, Мироненко, который сказал, что это мифы, говоря о 28 панфиловцах, причем не просто сказал, а он привел доказательства, что это все фейка, как сейчас говорят, за что Мединский его критиковал, но тем не менее, я думаю, что захотят, может быть, выпустить пар в Кремле, что ладно, вам не нравится Мединский, он тут начудил достаточно много, наговорил, иногда и, может быть, не совсем даже нравящийся Кремлю в всяких тезисах, поэтому могут убрать. Спасибо, напомню, что сегодня наш гость, политолог Валерий Хомяков, продолжаем наш выпуск. 99 лет назад группа российских революционеров-эмигрантов отправилась из нейтрального Цуриха на родину, в Россию, достигнув вполне легальной германской границы, она словно по невидимой команде тайно разместилась в специальных вагонах. Один из них, так называемый Ленинский вагон, где ехал Ленин и еще 28 человек, сопровождался двумя офицерами германского генерального штаба. Вагоны были доставлены без остановок к германскому побережью, после чего революционеры переселили на пароход, доставившие их в Швецию. Помимо людей, ехавших в Ленинском вагоне, в этом специальном поезде через Германию были доставлены 65 человек, принадлежавших к российской социал-демократии. Ленин мог быть германским шпионом, допускает политик Ирина Прохорова. Я не знаю, это надо спрашивать историков, потому что есть разные исследования, где вроде бы действительно говорится о том, что в общем Германия отчасти делала ставку на революционеров. Я, честно говоря, боюсь на эту тему говорить, не знаю. Даже если бы был он, не был агентом, я думаю, что в данном случае то, что произошло в России, это вовсе не происки Германии, а это трагическое стечение обстоятельств, колоссальное количество ошибок, груз традиций и нереформированность наконец. Да, в данном случае всегда проще сказать, что кто-то совершил какой-то задор, чем снять в себе ответственность за произошедшее. Не верить в предательство Ленина журналист Антон Красовский. Я не историк, я этого не знаю. Я думаю, что Ленин был агентом германского генштаба приблизительно так, как люди, которые сейчас возглавили Крым, были агентами российского генштаба. Да, конечно, да. Наверное, да. Естественно, так сказать, там было немецкое финансирование. Но в отличие от нынешних руководителей Крыма, Владимир Ильич потом начал играть в свою игру, поэтому это совершенно не важно. То есть он не играл на стороне Германии, он играл против России. Вот в чем дело. Германский генштаб и Ленин стоили друг друга, считает политолог Станислав Белковский. Я думаю, что германский генштаб, скорее, был агентом Владимира Ильича Ленина. Крупный политический деятель, кем бы он ни был, какую бы идеологию ни исповедовал, какие бы политические цели ни преследовал, он, как правило, сконен использовать остальных окружающих, весь мир, для достижения своих целей. Так поступал и Ленин. Ему был нужен пломбированный вагон, и он воспользовался. Когда поддержка Германии перестала быть ему нужна, он взял курс совершенно в другом направлении. В общем, Сталин этот курс завершил на восстановление Российской империи уже под красным советским флагом. Но тогда Ленин прекрасно понимал, что мир нужен любой ценой. И довел ситуацию до Брестского мира, что в конечном счете определило победу большевиков. Но это была тактика, а не стратегия Ленина. Поэтому не Ленин был агентом Германии. Ленин использовал объективную заинтересованность Германии в нем, чтобы прийти к власти в России. Не склонен верить в измену вождя мирового пролетариата историк Николай Слонидзе? Нет, конечно. Ленин не был агентом германского генштаба. Другой вопрос, что в тот момент их интересы сошлись. Ленин устраивал германский генштаб, потому что это был человек, который ехал в воюющую с Германией страну в Россию для того, чтобы там мутить воду. И он ее замутил по полной программе. Чем, конечно, неимоверно ослабил противника Германии и заставил его выйти из войны. Ну, то есть, задача германского генштаба усилиями Ленина, Троцкого, была решена просто в максимальной форме. Но и генштаб устраивал Ленина, потому что он давал ему деньги, он позволил ему перебраться через фронт и приехать в Петроград, в Россию. Они были нужны друг другу. Их интересы сошлись. Но, конечно, агентом, шпионом он не был. Хотя, объективно, объективно, если во время войны человек работает реально в пользу страны противника, то, в общем, можно, конечно, объявить его и агентом. Состав революционеров не был однородным, напоминает писатель Сергей Шаргунов. Не стоит забывать, что по той же линии, что и большевики, в Россию прибыли и те, кто оказался их оппонентами и потом оказывал военное вооруженное противодействие. То есть, разного рода эсеры, те, кто пополнил потом и ряды белых. Можно задаваться разными вопросами по поводу трагедии краха Российской империи. На мой взгляд, крах произошел именно тогда, когда Временное правительство уравняло офицеров средовыми и сказала, что в условиях войны сами солдаты будут определять, кто ими теперь командует. И, на мой взгляд, государство превращалось уже в пылающую африканскую территорию в тот момент, когда прибыл этот вагон. Если говорить напрямую, был ли немецким агентом, документы подтверждают, что не было. На минувшей неделе Егору Гайдару, одному из главных идеологов и руководителей экономических реформ России, исполнилось бы 60 лет. Опросы общественного мнения с завидным постоянством помещают политика в разряд главных народных антигероев. Однако президент Владимир Путин после смерти Гайдара назвал его настоящим гражданином, патриотом, сильным духом человеком, который возглавил процесс преобразований. Невысоко оценивает реформы Гайдара, писатель Сергей Шаргунов. Я критически отношусь к экономическим реформам тех, кого называли младые реформаторами. На мой взгляд, гуманизм, человеколюбие, то, что было оставлено по боку. Нужно было думать о миллионах людей, которые не готовы к шоковой терапии. На мой взгляд, и приватизация предприятий за бесценок, и свободный отпуск цен, и последующие залоговые аукционы, все это имеет некий общий знаменатель. Людям внушили, что главная ценность жизни это деньги. И в результате, кто сильнее, кто богаче, и неважно, как он это богатство приобрел, тот и оказывается прав. Отсюда и колоссальное количество богатеев, мультимиллиардеров, россиян в списке Форбс. Мне кажется, это было заложено тогда во время радикальной экономической реформ. Гайдар в конце концов добился главного результата, считает политолог Екатерина Шульман. Результат этих реформ это относительно мирный переход от планов экономики к рыночной. Благодаря его усилиям мы на этом очень опасном переходном этапе в начале 90-х годов не получили того массового голода и той массовой разрухи, которую мы вполне могли бы получить, учитывая состояние советской экономики на момент окончания советской власти. Гайдар спас Россию уверен историк Николай Сванидзе. Вы знаете, трудно сказать какой результат реформы, но Гайдар зимой 91-92 года спас страну от голода. Это реальность. Стране грозил голод. У страны не было денег, у страны не было золотого запаса после развала страны и во время развала страны. Развал страны произошел не в одночасье в Беловежской не было денег на то, чтобы оплатить суда, которые везли хлеб из-за границы. Советский Союз был главным в мире импортером хлеба. Предстояла голодная зима. Это была главная задача. С этой задачей Гайдар справился. Он накормил страну. Прошло несколько месяцев и уже голод не висел и были полные прилавки. Другого варианта просто не было. При любом другом варианте был бы голод, революция и дикая кровь. Я считаю, что тем, что Ельцин позвал Гайдара именно, а никого другого в тот момент, он спас страну. Они оба ее спасли. Сейчас можно сколько угодно говорить, критиковать, а вот надо было так, а вот надо было эдак. Чушь собачья. Вернитесь туда в 91-й год. Вспомните, что тогда было. Про Советский Союз, про его развал даже никто не вспоминал тогда. Было не до того. Зиму бы пережить. Вот когда немножко наелись, вот когда исчезла угроза голода, когда ясно стало, что будет, чем детей кормить, вот тогда вспомнили про Советский Союз. А куда он делся? А где наша великая держава? Вроде была, где она сейчас? Во время ее развала никто об этом даже не думал. Фигура Гайдара симпатична политологу Станиславу Белковскому. Я оценим результаты деятельности Егора Тимуровича Гайдара неоднозначно, но сейчас в день его юбилея я хотел бы сказать о нем хорошие слова. Мне нравится Егор Тимурович Гайдар тем, что он ставил перед собой максимально амбициозные задачи, и даже те ошибки, которые он совершал, зачастую ошибки очень тяжелые, может быть трагические, были связаны с масштабом тех перемен, которые он осуществлял. Сегодня, когда мы видим в российской федеральной бюрократии основной фигуры мелкие, заинтересованные преимущественно личным обогащением, мы понимаем, каким титаном был на самом деле Егор Гайдар, как бы не относиться к тем или иным аспектам и результатам его деятельности. Гайдар создал в России капитализм, уверен журналист Антон Красовский. Мы не голодаем, мы живем в капиталистической стране. Это плохая капиталистическая страна, это не свободная капиталистическая страна, это страна с регулируемой государственной экономикой и государственной корпорацией, но это капиталистическая страна, а жили мы в стране социалистической и голодной. И в том, что мы не голодаем и можем выезжать за границу и не чувствовать себя там дерьмом, в этом заслуга двух людей, просто двух людей, Бориса Николаевича Ельцина и Егор Тимуруча Гайдара. Гайдар заложил основы рынка, признает политика Ирина Прохорова. Я думаю, что в сухом остатке то, что пока мы до сих пор существуем, как страна с так или иначе развивающейся экономикой, несмотря на все попытки это разрушить, это заслуга Гайдара. Он все-таки изложил фундамент, который оказался очень прочным и до сих пор нас держит. И более того, хочу заметить, что на самом деле его пребывание во власти было очень краткосрочным. И тем не менее, и тем не менее, даже вот это краткое присутствие позволило стране 20 с лишним лет не только устоять и преодолеть разруху, но все-таки долгое время развиваться в правильном накоплении, пока этот процент не был восстановлен. Напомню, гости в студии политолог Валерий Хомяков. Валерий Алексеевич, вот ты вспомнил 60 лет Егору Тимуровичу Гайдару. Как по-вашему, каков результат его экономических реформ и почему так скромно был отмечен юбилей? Да, 60 лет было бы уже Егору Тимуровичу. Я просто вспоминаю первую встречу, это был декабрь 91-го года, когда Егор Тимурович только-только был назначенный исполняющим обязанности премьер-министра, и тогда я был руководителем, один из руководителей Демократической партии России, членов партии, руководителей партии собрали у Егора Тимуровича. Егор Тимурович, видимо, посчитал необходимым рассказать, что он собирается делать и каково это будет бубо или не очень нашему российскому народу. Это было на Старой площади в кабинете то ли бывших генсекретарей, у которых были кабинеты в Кремле и там. Алексей Люкаев подавал чай, он тогда еще говорил, Леша, давай побыстрее чай подавай, а то ребята тут замерзли, холодновато было. И что мне понравилось, такой живой достаточно человек, молодой в то время еще совсем. 35 было. Да. Он, вот несмотря на ту молодость, он мне показался очень мудрым человеком. Я старше его, но я понял, что он очень серьезный человек, и когда он не стал юлить, он не стал рассказывать сказки, как мы до этого слышали от всяких наших генсекретарей, политбюро или эти самые исторические всяческие естественные. Он сказал, будет очень плохо, будет тяжело. Он не называл это шоковой терапией, хотя в то время этот термин уже был, который пошел из Польши, связанный с именем Лешика Брисуровича. Он сказал так, что терапия уже не помогает. Вот та система, при которой худо-бедно мы могли существовать, советская административно-командная и плановая экономика, она все, она сдохла, ее нет. Поэтому, говорит, я начинаю реформы, я отпускаю цены, я буду стараться создать конкурентную среду. Вот, но он сказал, четко сказал, будет очень серьезный рост цен, скачок, цены инфляции. Тогда мало кто таких слов знал, но кто знал, они, когда мы оттуда вышли, часа полтора, наверное, было потом вопрос-ответа. Вот, я понял, что мы на пороге очень серьезных изменений в нашем обществе, серьезнейших, которые коснется всего народа, что будут много недовольных, что, в общем-то, и оказалось, и Егор Тимурович это прекрасно знал, он прекрасно осознавал, на что он идет, но он понимал и другое, что без этого мы бы действительно оказались либо в однограни гражданской войне, когда за кусок хлеба, или откровенного бандитизма, разбора на улице, когда отбирали бы куски хлеба, грабили бы квартиры, врывались туда и все остальное. Вот, я помню, как эти пошли реформы, мы поехали в Нижегородскую область, там, на двух машинах служебных менять двигатели, и тогда, вот это Владимирская область, куда мы въехали, какой-то обычный сельмак, где никогда колбасы не было, они даже во Владимир не ездили, поскольку там тоже ее было немного, а ездили в Москву колбасные электрички, анекдоты такие были в свое время, и мы туда пришли, чтобы взять поесть, и там лежит колбаса, дорого, она лежала, народ походил, смотрел, удивлялся, конечно же, это, вот эти вот достаточно эмоциональные воспоминания, конечно же, Егор Тимурович мог бы сделать значительно больше, ежели не заисточайшее сопротивление, и народное недовольство с одной стороны, и то, что тогда называлось красные директора, которые действительно тоже их понимаю прекрасно, если у руководителя производства те деньги, которые были на счету, ему не хватает теперь оплатить зарплату, то, наверное, он вынужден был идти в оппозицию, вот, но тем не менее, все-таки Егор Тимурович в какой-то степени удалось заложить основы, по крайней мере, рыночной экономики, и мы тогда уже ощутили, по крайней мере, то, что эти основы есть, что они работают, когда появилась конкурентная среда, ну, взять те же, появились книги, которые мы охотились, макулатуру таскали куда-то, а тут раз тебе, здрасте, книги лежат, бери, пожалуйста, да, цены кусаются, ну, копи деньги, покупай, или, допустим, когда появилась мобильная связь, конкурентная среда, там, Билайн, МТС и прочее, они тоже конкурировали между собой, цены стали снижаться, я помню, у меня был, сам не смог купить и не собирался, мне дали просто по работе мобильный телефон в 95-м году, за него платили сумасшедшие деньги, за цифру он зову, никто не поверит, через 500 долларов, и вот такую вот бумагу тебе давали, разрешение на то, что у тебя есть эта чистота, вот эта Моторола у меня была, которая заряжалась, два аккумулятора к ней, поэтому, вот это вот создание конкурентной среды в экономике, он же был не просто экономист, он был политиком, Егор Кимурович, который, в общем-то, понимал, что все это делается не только для того, чтобы улучшилась жизнь, появились товары, но еще для того, чтобы появился так называемый средний класс, он об этом много говорил, писал, вот, поэтому вот это вот его умение понять, оно, конечно, жаль, что он мало прожил, жаль, что он мало поработал на руководящих постах, в 92-м году все с народу депутатов, направил его в отставку, возле Олега Степанова Чернобыльна, который все-таки на дады должен привлек Егор Кимуровича в свое правительство, но я думаю, что пойдут года, и сейчас этот плесень сойдет, и Егор Кимурович Гайдар, так же, как Александр Второй, так же, как Петр Столытин, безусловно, войдут в историю величайших наших российских реформаторов, Александру Второму памятник стоит, Столытину тоже, я думаю, что памятник Егору Кимурович Гайдару будет в Моиске стоять. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе, на помощь и гостем нашей студии был политолог Валерий Хомяков. Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова